вдалеке мой поезд оказалось идти потом после границы до вокзала пиздец вокруг глуш только машины какие-то гоняют кафе с котами не бесплатно долларов сход минимальный чек евро типичная кофе кафе кота кафе давай давай нас ждет куча приключений впереди готовы мы к ним или не готовы каждый раз когда приезжаю в этот вильнюс встречаюсь с какими-то вообще непонятными ситуациями креативными действиями выпускников или студентами арт-музеев это река исторический центр при этом как бы мы можем видеть здание или какое-нибудь еще здание там есть костел затем здание после другого здания странные иностранцы вокруг много русских и немцев анычар говорящих 4 ноября июньские праздники точнее ноябрьские какого хуя вообще этот город после после другого города после вильнюса такое непростое передвижение на автобусах между столицами прибалтийских государств да вот это да зоопарк все эти прибалтийские города как один похожи друг на друга как вильнюс сталина рига а еще как мини парк культуры конкретно этот зоопарк здесь получается есть различные виды животных как и в обычном зоопарке куча варьеров на морской теле бегемот бегемоты эти славные бегемоты кстати в московском зоопарке бегемотов нет хотя недавно вроде как они были в московском зоопарке бегемотов емкоть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может быть это совсем не кенгуренок, а она не кенгуриха. Харе Рама, Харе Кришна. Это у нас вокзал Риги, слева рынок, справа какие-то магазины. Вот он и глашенный рынок, тот самый, где можно купить абсолютно все. Да, какие памятные машинки-то. Прямо из детства. Советские книги, краски пожарников и много-много всего остального. Балтийский вокзал Таллина. А рядом местный арт-плей, он же флакон. С кучей всевозможных едалин в гаражах. Не в гаражах, в этих боксах металлических. А также антиквиарная лавка, где можно прикупить что-нибудь типа советских фотоаппаратов или какой-нибудь глины посуды. Даже, по-моему, доспехи рыцарей этих, которые тефтонские органы. Вот. А это поезд на Москву. Но дорога будет нелегкая, дорога будет непрямая, дорога будет через Нарву. То есть пересадка через Нарву так дешевле. Надо будет пешком пресекать границу. Время сейчас 19.11. Перехожу границу с Нарва в Ивангород. Пешком поезд приехал в 19.28. Ну. 18.28 по местному времени. Сейчас 19.11 по местному времени. По-российскому 20.11. То есть путь от вокзала до границы и посещение где-то порядка 25 минут. Типа такси, блядь. Или и прочих автолюбителей. Блядь. Короче, не очень пизданная идея. Скажи, я пошел правильно, потому что была более адекватная дорога. Пойду. Удивит.